Пятый канал представляет Давайте быстрей поехали. Туча, за тебя. Туча, за тебя. Тучка, извините. Эй, любезный, это вообще мое место. Нельзя ли отъехать? Серьезно, да? А чем докажешь? А что, я еще должен кому-то что-то доказывать? Здравствуйте, это опять Лукин. У меня проблемы в паркинге. Пришлите наряд, пожалуйста. За мечты и за жизни, за все, что свято в нас. По приказу отчисли. Работает спецназ. Отец, блокируй выезд. Остальные за мной. Машины проверьте. Двухсотый. Черт. У нас две жертвы, мужчина и женщина. Ну что, уехал твой благоверный? Я тут весь изнемогаю как бы. Простите тут. Стоп. Туча, это ты, что ли? Отец, встречай, он едет к тебе! Собер, тормози, стреляю! Собер, тормози. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Парень, у тебя машину забрали. Он на ней ушел. Какая марка? Держи, держи, браток. Все будет хорошо. Сейчас будет помощь. Крупье это трефы. Двое двухсотых. Случайный свидетель трехсотый. Преступник скрылся на автомобиле неизвестной марки. Срочь нужна скорая. Заставская 22. Держи, держи. Все будет хорошо. Дыши, дыши. Держи. 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 Держи, я на зарплату опера прикупил. Что ж, какие-то проблемы? Что если и есть? Успокойтесь оба. У нас убийство высокопоставленного должно снова улиться. Давайте соберемся. О, Вась, привет. Ты здесь? Да. Ну что, чем порадуешь? Есть зацепки? Пробил копейку эту. Машина не его. Чистится в угоне со вчерашнего утра. Лишний раз подтверждает версию, что это был киллер. Как он выглядел? Высокий. Такого камеры сразу срисуют. Какие камеры? Ну, понятно, что не на паркинге. Здесь он все продумал. Ни на одну камеру не нарисовался. Скорее всего, он вел Лукина от здания суда. Там все напичкано камерой. Зря ты на Левашова набросился. Он хоть и прямой, как Шпала, зато опер хороший. Мы с ним много дела раскрыли. А Ягуар у него, если ты хочешь знать, появился после продажи бабушкиной квартиры. Такие понты говорят о больших комплексах. А ты психолог? Зато ты психологом не надо быть. Пионер, можно на пару слов? В общем, тут такое дело. Ольга Лукина, жена судьи. Ты же ее знаешь? Ну, как знаю. Видел пару раз. Мы же тогда вместе на задании работали, когда ее в заложники взяли, помнишь? Помню. Короче, пионер. Она, походу, с нашим тучей встречалась. Ромео, откуда такая фантазия? Да в том-то и дело, что это не фантазия. Он звонил, и в тот самый момент, когда все это случилось, я его голос узнал. Телефон проверил точно вон. Но это ничего не значит. Ну, как сказать? Он у нее в телефоне записан, как Марина Салон. И переписка там личного характера. Сразу понятно, что они любовники, просто шифруются. И давно ты в чужих телефонах копаешься? В твои обязанности это не входит, Ромео. Ладно, Шерлок. Поехали. Пионер? Пионер, ты что? Вить, ты что так смотришь? Ты взял отгол. Сказал, что мать приболела, и ты всю ночь планировал быть с ней. Ну, так это ей лучше стало. Я ей скорую вызвал. Ну, и... Миш, зачем врешь? Это из-за Ольги Лукиной. А при чем тут? Вы где? То есть мне не показалось? Это Ромео взял трубку? Почему у него Ольгин телефон? Что случилось? Ты помнишь, она зимой приезжала в отряд к туче. Я же тогда сразу сказал, что между ними что-то есть. Одно дело, что-то. Другое это отношение. Правда, я помню, он у меня и рассказывал, что у нее роман с одной замужней женщиной. Серьезное чувство. Но я как-то не придал этому значения. И уж тем более не мог подумать, что с ней. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, алло. Привет. На работе. Ты уверена? Это тебя. Кто это? Просто трубку возьми. Сестра твоя, да? Слушай, скажи, что меня нет, что я на отработке на полигоне. Перезвони. Дима. Дмитрий. И вот теперь ты прячешься от моей сестры так же, как от своих бывших? Что скажешь в оправдании на этот раз? Все не так. А как, Дима? Алена мне реально нравилась. Очень. Но она меня сама отшила. А что я рассказываю? Ты сам все помнишь. Это она сказала мне, что я ей не подхожу. Я начал встречаться с другой девушкой. Потом мы с Аленой пересеклись, там, слово за слово. Но у меня с этой девушкой уже все серьезно, понимаешь? И вот теперь твоя сестра звонит тебе. И что я с ней должен делать? Как-то просто у тебя все. Ну, вот такой я уродился. Козлина? Ее муж в Москву собирался в командировку ночным рейсом. С работы домой они вместе возвращались. Оля собиралась его проводить и ко мне уехать на всю ночь. Такое редко бывает. Вот я и отпросился. Давно это вываживаешь? С того раза еще. Когда бандиты из суда сбежали и ее с собой прихватили. Полгода получается. Ты полгода путался с женой Лукина. Ну, Миш, ты даешь. У тебя мозги где были? Блин, да какая разница теперь где? Оставьте меня в покое. Почему я должен оправдываться? Миш, все очень серьезно. Убили известного судью. Сейчас следаки и опера будут землю рыть. Проверять каждый звонок, каждый шаг. Выяснят, что боец образ спал с женой судьи. Ты понимаешь, что это мотив? А что, получается, Олю тоже я? И Лукин больше 20 лет судьей был. За эти годы вынес тысячи приговоров. Если искать подозреваемого среди тех, кого он осудил, то я даже не знаю, с какого бога подступиться. Глаза боятся, руки делают. Давай начнем с тех осужденных, кто жаловался на несправедливость приговора. Да они почти все жалуются на несправедливость. Ну да. А вот вы где. Валя, у меня прорыв. Секретарша судьи сказала, что к Лукину на этой неделе приезжал частный детектив дважды. А это уже интересно. Почему же он не обратился в полицию или к приставам? Ну, делается щепетильное. Лукин, судя по всему, подозревал, что жена ему изменяет. Ну, шершеля фан. В общем, этот детектив пару вечеров успел проследить за Ольгой Лукиной и говорит, что в тот вечер, когда она должна была поехать к маме гостить, она встречалась с каким-то мужчиной, с любовником двухметрового роста. Есть что-нибудь на этого любовника? Да. Адресы даже. Фотография. Осталось только имя пробить. Не надо. Спокойно. Валь, мы можем сначала поговорить? Один вопрос. Ты знал? Знал о чем? Фирсов. Ты что, прав думаешь, что туча в этом замешана? Это же Пряников, ты его сто лет знаешь. Майор, с дороги. Валь, ты видишь, что это делали? Это бандерлок. Левашов, уберите наручники. Фирсов, дай пройти. Капитан Пряников, вам придется проехать с нами. Руку убрал. Я могу и силу применить. Но ты рискни. Хватит. Левашов, Пряников не сопротивляется и готов ехать на допрос. Давайте поспокойнее. Мы здесь все-таки коллеги. Миша, все будет хорошо. Валя, это тупик. Вы только время зря потеряете. Пряников тут ни при чем, ты это знаешь. Лукин и Ольга были убиты из одного оружия. Тучи не мог. Какого черта он связался с женой судьи? О чем он думал? Догадайся, о чем. Проверьте все дела, которые вел Лукин. По которым осужденные были недавно выпущены на свободу. Любовницу Лукина, проверьте. Ты знаешь, что у него была любовница? Я займусь. Я всю ночь был дома. У нас в каждом подъезде камеры установлены. Это можно проверить. Ты опытный оперативник и прекрасно знаешь, как это работает. Хотел бы уйти из дома. К незамеченным ушел бы. Так я и не хотел. Я что, дебил, что ли? Сначала их убил, а потом позвонил ей и начал выяснять, когда она приедет. Абсолютно расхожий прием, чтобы обеспечить себе алиби. Ты прекрасно понимал, что рано или поздно мы выйдем на тебя. Вот и решил дурачком прикинуться. А кому-то даже прикидываться не надо. Дурак дураком. Что? Пряников, Левашов. Ведите себя как профессионалы. Оба. Миша, ты знал, что Лукин нанял детектива следить за своей женой? Серьезно? Зачем? Он же... Лукин ее давно уже не любил. У него любовница была. Он развод не давал только потому, что ему повышение обещали. А там репутация идеальная нужна. Ну и вообще, власть свою хотела показать. А Ольга, значит, хотела разводиться? Ну, конечно. Она несколько раз к нему подходила. Говорила, что уходит. А он уговаривал, переубеждал. Угрожал даже. Даже так? Наверное, неприятно, да, когда твоей женщине, любимой женщине, угрожают. Наверняка хотел наказать как-нибудь в ответ. Дурдом какой-то. Убили не только его, но и Олю тоже. Я еще понимаю, если бы вы решили его убийство на меня повесить. Но Олю-то я зачем убил? Какой-то бред. Ну, может быть, бред. А может быть и нет. Она увидела, что ты сделал. Пришла в шок. Сказала, что сдаст тебя. Ты понял, что тебе конец. Она попыталась бежать, и ты ее расстрелял. Убийца в погонах пряников. Это самый опасный убийца. Левашов, подождите меня в коридоре. Пожалуйста. Миша, в одном он прав. И средства, и возможности, даже мотив у тебя были. Я уже не говорю о том, что только человек с двоими навыками мог так быстро уйти от группы быстрого реагирования. Мне нелегко это говорить. Я не смогу закрыть на это глаза. Тем более в таком деле. Понятно. Тогда у меня нет выбора. Без адвоката я больше слова не скажу. Все фрагменты, когда судья в кадре, я просмотрел пять раз. Стопил каждую секунду. Там не было никакой слежки. Я за свою работу отвечаю. Слежка должна быть, Потапов. Надо еще смотреть. Ты за сколько дней успел изучить материалы? Ну, за неделю, как Валя просил. Надо еще смотреть, пока не найдем. Это только в кино. Легко убить человека. В жизни слишком много факторов, из-за которых что-то может пойти не так. Профессионалы знают это. Поэтому всегда следят за объектом. Чтобы исключить хотя бы часть этих факторов. Я уверен, за ним следили. Ладно, давай дальше смотреть. Жалко, что Валентина уезжает, да? В смысле уезжает? Ну, в Москву. Она отказалась. Это когда был-то? Так это она тогда отказалась. А сейчас взяла, да передумала. А вы что, ничего не знаете? Вот. Я же говорил. Послушайте, это смешно. Если мы каждого шпиона будем считать, кто присел в шнурки завязать. Он сел, чтобы установить жучок под передний бампер. Поэтому за машиной не было слежки. Он установил трекер. Когда убрал Лукиных, забрал его. И все, никаких следов. Ну, хорошо, допустим. Но человек-то со спины лица не видно. Он без перчаток. Чтобы установить жучок, нужно чувствовать, куда его ставишь. Тактильность нужна, понимаешь? Есть шанс, чтобы под бампером остались отпечатки его пальцев. Забирайте. Мы тебя вытащим. Ножовку для побега с Шайерами передавай. Можем поговорить? О чем? О том, что мне нужно отпустить Пряникова? Если честно, Вить, я и сама понимаю, что он не виноват. Но пока у меня есть даже косвенные улики, я не могу закрыть на это глаза. Это будет преступление. Подлог. Когда ты собиралась мне рассказать, что ты уезжаешь? Когда наступил подходящий момент? В смысле? Вить, ты в своей работе делаешь то, что хочешь, не спрашивая меня. После ранения только и думал, как бы вернуться в отряд. Значит, ты выбрал работу. Ну, вот и я. Выбрала работу. И что, ты думала как-нибудь незаметно уехать? Валь, я не понимаю. Ты считаешь, это нормально? Я от Потапова узнаю, что ты решила перебраться в Москву. Ну, я здесь ни при чем. Потапов узнал от начальства. Когда вместе работаешь, такое не скрыть. Но ты прав, я должна была тебе сказать. Ладно. Что с Пряниковым? Он задержан? На тридцать шесть часов. Если за это время не будет железных доказательств, я его отпущу. Поверь, у меня нет в плане посадить первого встречного. Но между нами только честно. Ты действительно не допускаешь мысли, что это мог быть Пряников. Виктор, вы были правы. Пальцы нашел. Два четких отпечатка под бампером. Принадлежат Николаю Воропаеву. Профессиональному киллеру. Воропаев Николай Петрович. По кличке Самурай. Ты его знаешь? Я не то, что его знаю. Восемь лет назад я же его и посадила. Воропаев бывший спецназовец. Работает чисто. Я бы даже сказала творчески. Иногда Самурай устраивал целые представления, чтобы ликвидировать очередной свой объект. К одному из бандитов он забрался с помощью троса, который натянул на крышу соседнего дома. А еще был случай, когда один его объект прятался на адресе с толпой охранников. Для того, чтобы его выманить, Самурай позвонил в полицию, слил адрес. И когда туда нагрянули с обыском и облавой, бандит попытался выйти через черный ход, где его и ждал Самурай. Осудили на восемь лет. Месяц назад он вышел на свободу. И, судя по всему, взялся за старое. Месяц назад он вышел на свободу. В кухне шаром покатит, и даже хлеба нет. Потому что он тут только прописан. Но здесь он не живет. Пойдем по соседям. Это еще что такое? А ну давайте отсюда. Я сейчас полицию вызову. Мы из СОБРа, гражданочка. Это как полиция, только лучше. Майор Фирсов, Росгвардия. Простите, можно вас на пару слов? Хочу узнать о ваших соседях из 125-й. Они здесь не живут? Не живут. Кира Викторовна уже пять лет назад умерла вместе со своим младшим сыном. Вместе? Несчастный случай. Вот, когда старшего-то посадили, Ванька совсем скололся. Ну, втык-то некому было дать. А Кира Викторовна, она уже не вставала. За ней же уход нужен был. А Ванька от этих наркотиков проклятых хлоп и умер. А Кира Викторовна, она не встать, не крикнуть, она уже не могла. А к ней девушка приходила из соцзащиты. Вот она их там вдвоем-то и нашла. Вон оно как. Ужасы не говорите. А к нам потом приходил участковый и тоже всех опрашивал. А старший сын Кира Викторовна здесь не появлялся. Говорят, он из тюрьмы вышел. Вот сегодня был. Приехал на машине с коробкой. И главное, не поздоровался. Как будто бы я виновата, что всю их семью скосила. Значит, машину вы его видели. Здрасте. Привет. Антония Николаевна. Здорово. Ну что, пусты? Пусто. Он давно здесь не живет, но он нас ждал. В квартире установлено видеонаблюдение. То есть, он теперь знает, что его ищут? Похоже на то. Есть еще кое-какая информация. Сюда он приехал на машине. Старая, отечественная. По описанию девятка красного цвета. А мы знаем, самурай легко угоняет машины. Проверь. Валь, а как так вышло, что самурая всего лишь на восемь лет закрыли? С его-то послужным. Доказательная база была нулевая. Самурай работал очень чисто. Ни свидетелей, ни улик, ничего. Но нам повезло. Во время обыска у него в гараже нашли краденый ствол. Поэтому серийного киллера удалось усадить только за незаконное хранение оружия. Ну что у тебя? Так и есть. Машина в угоне. Но я не понимаю, он что, просто на краденых тачках разъезжает по городу? Надо поехать, взял и поехал. На дурака он не похож. Я уверен, он затевает еще одно убийство. Для этого и машину угнал. Будем надеяться, что ГИБДД рано или поздно его вычислят. Когда его вычислят, чтобы к нему даже не подходили. Этим займется СОБР. Хорошо. Так, так, так. И кто тут у нас? Какими судьбами на кичи? Неважно. Какой ты дерзкий. Вон, какой вымахал о жизни, так и не научился. Ты как с людьми говоришь. Слушай, отвали. Не до тебя сейчас. Ясненько. Проирок без понятий вообще. Вот берега и путает. Придется тебя поучить. Ты хоть знаешь кто? Урок первый. Никогда не лезь к тому, от кого не знаешь, чего ждать. Теперь отдыхай. Ёлы-палы. 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 Гаишник довел девятку до поселка. Там он нам ее передал. Выезд из поселка один. Пока мы ехали, Гаишник контролировал этот выезд. Самураз здесь. Миху при таком раскладе должны отпускать. Почему он до сих пор в камере? Отпечаток под бампером автомобиля сутьи формально ни о чем не говорит. Это даже не косвенная улика. Единственный способ вытащить тучу – взять самурая. Так что смотрим в оба. Стоп. Что такое? Не может быть. Эта же машина от того опера Левашова. Работаем. Отец. Отец, контроль. Ромео, за мной. Ромаэм, займись раненым. Работает СОБР. Самурай, бросай оружие. Бросай оружие. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Держись. Ничего-ничего. Всяко бывает. Справишься? Скорую. Срочно. Крупье, это Трефы. Срочно нужна скорая. Ранен полицейский. Коттеджный поселок Парадис, Лесная, 8. Тише, тише. Лучше молчи. Тебе силы беречь нужно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Он уходит дворами. Отец, давай в обход. Принял. Бросай оружие на землю! Отец, видишь его? Где он? Нет, не вижу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА В тупик слетели. Нужен ориентир. Живой? Умер, пока скорая ехала. Шесть на живую грудь. У него не было шансов. Господи. Восемь лет назад от угрозыска поделал самурая, кто работал. Левашов? Какая разница? Большая разница. Левашов проводил тот обыск, когда ствол нашли. Это благодаря Левашову самурая посадили. Ты присутствовал при том обыске. Фирсов, что ты хочешь сказать? А ты сама не понимаешь? Левашов его взял. Лукин ему приговор вынес. Угадал? Пока самурая на нарах чалился, его брат сторчался, а мать парализованная в собственной кровати умерла. Он мстит. Где мне его искать? Он далеко не уйдет. У него ранение в левый бок. Где его искать, я примерно понимаю. Он мстит всем, кто его посадил. Ты следующий в его списке. Валя. Михаил Тимофеевич, это вам не жестко? Может, подушечку? Да расслабься тоже. Мне не жалко. А у вас тут уютненько? Товарищ полковник, а вас тоже замели? Пряников, ну не смешно же. Давай на выпьер. Надеюсь, не сильно кашконки вреди белым? Серьезно? Товарищ полковник, а у вас, случайно, пожрать нету? Взял тебе коллегу с толовой. До машины потерпишь. Слава богу. Мусор. Ну, отлично. Спасибо. Готово. Пряникова отпустили. Хорошо. Когда стемнеет, надо зашторить окна. Не нравится мне та крыша. Слишком хорошая позиция. Фирсов, у тебя паранойя. И вообще, ты не обязан здесь находиться. Спасибо, конечно, но я дома, все в порядке. Валь, у Левашова был с собой табельный ствол. У него пропало электричество. И самурай к нему приехал в форме электрика. И тот собственноручно впустил к себе в дом киллера. Я буду рядом, пока не поймают самурая или не найдут его труп. Без вариантов. Я, как увидел, глазам своим не поверил. Думаю, елы-палы, это же она опять. Понятно. Ой, жесть какая, а. Фу. Валентина Николаевна, у меня новость. Отлично. Они нашли самурая обгоревшим. Есть версии? Это подстава, Валь. Фирсов, ну пожалуйста. Майор, это Фирсов. Труп самурая, можно опознать? Нет, вот в салоне все выгорело. Уголь. Майор, ты же его подстрелил, правильно? Здесь вокруг машины, вон, бинты окровавленные, пузырьки от лекарств. Судя по всему, он пытался прижечь рану, обработать. Ну и не рассчитал, наверное. А может, сознание потерял. Ну и спалил себя вместе с машиной. Это как же надо было прижигать, чтобы спалить все вокруг дотла? Это твое критическое мышление, Максим Палыч. Оглядись вокруг. Там есть здание, деревья. Здесь один лес. Какая разница, что рядом? Самураи используют жучки или скрытые камеры. А если в машине не он? Если это какой-то бомж, которого он спалил, чтобы запутать следы? Он должен знать, когда обнаружат труп. Майор, ты меня, конечно, извини, но нафига ему это? Чтобы знать, когда противник расслабится. Перезвоню. Ты уверен? Это безопасно. Может быть, самураи следит через телефон за мной? По-твоему, это смешно. А почему? Почему я с этим Фирсовым чувствую себя как идиот? Потому что идиот и есть. Ай да, майор. Ай да, майор. Ёлы-палы. Давайте, помогу. Сейчас, подожди. Валентина Николаевна, Фирсов как в воду глядел. Это подстава. Что у нас там за дискотека с утра? Назад! На пол! На пол! Да. ВЫСТРЕЛ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Куда сеarsa? Встать! Встать на колени! На колени! Руки за голову! Я ж все равно достал мне эту тварь. Слышь, рано или поздно достану, достану и убью. Не в этой жизни. Дима. Привет, Ален. Ты считаешь, это прилично не отвечать на звонки? А ты не перезваниваешь? Ну, а чего перезваниваешь? Ну, серьезно, Ален. Ты же сама сказала, что мы друг другу не подходим. А сейчас эти камбэки зачем? Скажи, а ты даже не думал, может быть, мы неправильно поступили? В каком смысле мы? Ты же сама сказала, что мы разные люди. Ты всерьез решила, что мы друг другу не подходим. Я это принял. Что за нафиг? Цветы, которые ты мне дарил. Хранила их как дура. Ну, тащить этот гербарий через весь город типа не дура, да? Ну, знаешь, Алиночка, ты еще совсем зеленая. Я, конечно, тоже не старик. Я это типа, как это называется? Пожил уже? Может, достаточно или на ногах стоить? Да чтоб тучу свалить, знаешь, сколько пива надо? Вам столько не завозят. Да и вообще... Сегодня можно. А что? Случилось что-нибудь? Да уж, случилось. На любовном фронте. Знаешь, детка, в жизни так бывает. Средств человека и вроде как-то все у вас что-то не клеится. А как без него жить? Непонятно. Полностью согласна. Алина, а чего это вы женщин дискриминируете? Почему пиво в такой мензурке? Может, потому что это мартинь? А давайте выпьем. Вы одна, я тоже. Хотел в одиночестве побыть, всех друзей домой отправил. Но раз вы меня понимаете, давайте за любовь. Да. Да. Забавно получилось. Будем считать, что бандитский Петербург поставил точку в наших с ним отношениях. Можно и уезжать. По-двоему это забавно? По-моему, нет. Для последнего дела самое то. Думаешь, сама судьба преподнесла тебе этот знак? Может, ты его неправильно расшифровала? Я буду скучать ко всему этому. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok